Хватайте весла, если я описываюсь, мы будем грести. Фу, ну еще я поняла, Дин это такой типичный мужик. Ааа, они братья! И для меня самое интересное, умрет ли кто-то из них в конце. Ага, встречался с кем-то, к нему, проставал призрак, и он был не против. Ну что же, всем привет, я поздравляю вас с наступившим 24-м годом. Я желаю, чтобы он был точно лучше, чем 20-й, 21-й, 22-й и 23-й. И я желаю, самое главное, чтобы вам всегда было, что смотреть на ютубе. Здесь у нас рубрика, где мы обсуждаем сериалы. Мы смотрим только первую и последнюю серию. Подводочка опасная в моем случае, потому что сегодня мы смотрим сверхъестественное. И, конечно, я еще была школьницей, когда этот сериал был популярен. Сколько там сезонов, по-моему, 12. Ну что, давайте приступать сразу к первой серии. Будем смотреть зачиночку. Может быть, у меня будет какой-то вывод. Вдруг я захочу все-таки продолжить смотреть, и все испорчу себя сразу концовкой. Ой, а я все время думала, что вот этого парня зовут Сэма, его, оказывается, зовут Дин. Ну вот сейчас, походу, сериалы я должна понять, да? В кого бы я влюбилась, будучи школьницей? Обещала не смотреть себе больше страшные сериалы. Хватайте весла. Если я описываюсь, мы будем грести. Все, мне страшно. Почему это начинается как дневники вампира? Я просто сняла неудачный выпуск на дневники вампира. Кто-то украдет молодеца. Ильса Бладенец Бостер. Я в это вполне могу поверить. Пока, Сэм. А, это Сэм. Разби, сынок. Его украдет Дин. А, они братья. Не страшно, не страшно, не страшно. Я крылью глаза смотрю. А-а-а! Фу. А я, между прочим, жила в южной стране. На этом ящике вот так вот тоже постоянно по стене. Чего я пугаюсь тогда? Дайте угадаю, мама умрет? У любого уважающего себя человека должны быть проблемы с мамой. Ее кто-то сожрет, они будут мстить за это весь сериал. Там кто-то стоит, я вижу края в глазах, там кто-то стоит. Так, я услышала какой-то еще звук, я не могу понять. Это в сериале или это в квартире произошло? Сэм жив. Сейчас он откусит ему палец. Что это? Ох, ебать. Беги на улицу, не оборачивайся. Беги, Дин, беги. Что ж, сожалею в травме Дина. Так вот пришлось спасать младшего брата. А, отец все-таки спасся? Я не понимаю, что за звуки в квартире. Но если я в проходе увижу фигуру какую-то, вы поймете по моему лицу. Так, наши дни уже. Да уж, жалей. Стэнфордский университет. Нас там уже полчаса ждут. А где твой костюм? Я вам расскажу. Вот у меня подруга тоже так не пришла один раз ко мне на Хэллоуин, потому что она не любит... Костюмы наряжать. А можно же просто кровь пропустить, да? Вот там что-нибудь делать. Ну, больше мы не общаемся. Так что, Сэм... Минус очко. Так, и Дин. Он такой отшельник. Потому что у него травма. Старшие дети, я понимаю, тоже старшие. Такой же отшельник. Или это... А, нет, это Сэм все еще. Ему сняться какие-то монстры. Звуки. Монстранские. Вот стоп, просто там сейчас будет Дин. Типа такой несуразный братец. Напугал. Вернулся с какой-то пьянки. Или с какого-то путешествия. Потому что его постоянно шевеляет по миру. Щелкаю, щелкаю. Как сябечки. Я не боюсь. Вот на этот раз я не боюсь, потому что я знаю, что... Я уже по силуэту вижу. Это Дин. Это Дин. Блин, да я отвечаю. Это как в этих. Как дневниках вампира. Дин. Плохишь, плохишь. Так меня напугать. Сэм. Что нереалистично? Монстры в этом. В фильме. Или то, что девушка носит такую домашнюю одежду. Накину что-нибудь. Нет, нет, нет. Только не это. Так, Дид, бидуй с очко. Похотливое животное. Нам все равно надо поговорить об одном семейном деле. Раз был познакомиться. Я давно не видел отца. Наверное, ушел в очередной загул. Он ушел на охоту. И пока не вернулся. Их отец охотник. После того, как его жену сожрали монстры. Ну и что ты решил? Жить как все, нормальной, с святой жизнью? Да? Нет. Ненормальной. Безопасной. Поэтому ты избежал. Ну, еще я поняла. Дин это такой типичный мужик. Я хотел учиться. Со всеми своими понятиями вытекающими. Ладно. Я еду. Мы отыщем его. Но в понедельник я должен быть здесь. Подожди. Почему понедельник? У меня... Собеседование. Насчет работы? Плевать. Я поступаю в колледж. Юридический. Речь о моем будущем. Ты юрист? Но мы договорились. Господи, парня полиция за то, что он хочет учиться. Многие из вас мечтали его, наверное, оказаться в такой семье. Эй, не переживай. Я скоро вернусь. Обещаю. У меня есть два варианта. Первый вариант. Ее кокнут из-за какого-то их задания. И у него будет из-за этого травма. И он решит все-таки браться за истребление монстров. Второе. Она просто исчезнет и никого это не будет волновать. Ну, потому что пока она какая-то... Никакая. Я перезвоню. Неинтересно. Ее типа не жалко потерять. Что-то... О май гаш. Все. О, где страшно, где страшно. Я думала, это просто какая-то фигурка там. Это женщина какая-то. У меня страшное лицо. Отвези меня домой. Ладно. Садись. Кто бы меня отвез после съемок? Ты что, праздновала Хэллоуин? Сейчас она ему как откусит. Я тебе нравлюсь. Ага. Ты заедешь ко мне домой? Еще бы. Теперь это тоже его дом. Никого похожего на отца, ни в больнице, ни в морге. Уже кое-что. Это их импа-ла-ла-ла-ла. Ни следов борьбы, ни отпечатков пальцев, все чисто, даже слишком. А этот парень, он же встречался с твоей дочкой. Да. И как там ими? Расклеивает объявление о его пропаже. Ага, встречался с кем-то, а к нему приставал призрак, и он был не против. И что вы предполагаете? Честно, не знаем. Серийный убийца, похититель людей. Но ничего другого, я от таких асов, как вы, не ожидал. Дерзкий и глупый. Миды сбал. Чтобы отыскать отца, придется разбираться в этом деле с самим. Нет, у них глупый. Понимаете, он просто поражен, он знает эту жизнь, он же старший брат. Я тоже хочу себе такой наряд. Я так и знала, я так и знала, что бужики видоват в ее смерти. Я так и знала. Я же сказал, меня ждут в понедельник. Понедельник. Точно. Собеседование? Да. Чуть не забыл. Я смотрю, для тебя это серьезно. Решил стать адвокатом? Нет, мы должны быть одинокими мужиками вместе. Ее не вернуть. Она ушла навсегда. Дин. Агрессия? Мои слова насчет мамы с папой. Ты извини. Только без соплей. Ладно. О, вы посмотрите, посмотрите. Еще один пунктик типичного мужика. Отрицает чувства. Минус бал. Типичный мой парень и мой брат. Айтишники. Когда к ним заходишь. В десятках разных мест. На Гавайях, в Мексике, в Аризоне, Индиане. И все это разные женщины. Но есть у них нечто общее. Их убил муж. Мужья изменяли им. Почти. И скитаются по дорогам. Ищут неверных мужчин и убивают их. Читают этот мир просто. И те пропадают навсегда. Мне очень нравится цветокор фильма. Я не хочу спать. Блин, как же смешно. Я верный. Я отвезу тебя домой. А как же и балалала. Молодец. Я-то молодец. А вот ты зачем стрелял в привидение дурень? Я тоже хотел это спросить. Что же там сейчас будет с его девушкой? Так, Сэм вернулся домой. Ты дома? Там что-то сейчас будет. Она будет мертва. Из-за этого он все-таки решит ехать со своим братом спасать отца. Не страшно. Там наверху, как его мама? Да? Ну, я говорила. Я говорила. Скорее отсюда! Ну что же, мне сериал очень понравился. Правда, 10 из 10. Да, тут есть вот эти избитые тропы, но не рабочие. И мы их за это любим. Они душевно, они нажимают на одни и те же наши любимые болевые точки. Вот. Просто это не совсем мой жанр. И 15 сезонов все-таки. Я посмотрела там 15 сезонов, по-моему. Сейчас проверю. Хороший сериал 10 из 10. Вообще не хотелось ничего перематывать. Ну что, смотрим. Давайте второй сезон. Ой, второй сезон. Последнюю серию, точнее вторую, как бы для нас. Но вообще это последняя серия. И для меня самое интересное, умрет ли кто-то из них в конце. И, как обычно, традиционно у нас краткий пересказ происходящего за последний сезон. Как тебя теперь называть? Я, это я. Мне не нужно молиться или приносить жертвы. Раз Чак больше не пишет нашу историю, давай напишем сами. Наконец-то свободны. Сейчас. Сколько? По 40 лет стало? Господи, мужикам по 40 лет до сих пор живут вместе. Ну, сепарация должна быть какая-то, ребята. Закончится тем, что кто-то съедет. Вы посмотрите, он все такой же бунтарчик, да? А это все такой же хорошее, застилает аккуратно. Почему в рубашке? Пошли, хочу увидеть, как трясется торс. Нифига, он набрал. Что? В чем дело? Симпатично. Налетай, пока не поздно. С какого возраста это начинается? Что-то страшное обещается. Лайл, наверное, дети балуются. О, я так и знала. О, это жестко. Блин, это страшно. Напоминает вайбами этот «Судную ночь». Обожаю этот фильм. Сингеры, крепкие фабы. Расследуйте незаконное проникновение. О, да, вещь набор услуг. Суду, у нас тут необычный случай. Одно из тел было обескровлено. О, да, горло вырвано с мясом. Каннибализм какой-то. А детишки? Похищен. Вот реально, все-таки реальные люди в масках намного страшнее всяких монстров. Блин, ну для финала как-то тухленько, конечно. Хочется прочувствовать братскую атмосферу, понимаете? Ну ладно, в дневниках вампира тоже так было. Первые 20 минут из 40 просто ни о чем. Вот я просто в такие моменты, я хочу сесть, понимаете, и вот так вот смотреть параллельно еще что-то в телефоне. Ну, наверное, это знак. Наверное, это знак, что неинтересно. Первая серия вообще улет. Из трех, о господи. Из трех сериалов, которые я смотрела, первая серия сверхъестественная просто бомба. Не отрывалась. Каждая секундочка моего внимания была занята. Да что за охота всем шеей отрубать? У кого там такой фетиш? У сценариста, у режиссера, кто там еще занимается кино? Ой, вы представляете? Я настолько зависла, что я даже не знаю. Я как бы увидела, как его протыкают этим стержнем. Но у меня вообще это даже в голове никак не отобразилось, что происходит драма. Да потому что все так тухло-тухло. Просто такие моменты так не верятся. 15 сезонов, чуваки, вы выживали. Встречались с самыми страшными существами. И вот так вот наткнуться на штык. Когда мы были детьми, ты был чертовски. Умным. Мы никогда не слушал то дерьмо, которое втирал отец. Не знаю, как тебе удавалось. Прощай. Ну, актеры играют отменно. Мне очень понравилось. Но ситуация, конечно, неприятная. По отношению ко мне, как к зрителю, как к ярому фанату этого сериала. Ну, так нелепо немного. Ну, актеры молодцы. Дали прочувствовать. Те отрезанные бошки такие маленькие по сравнению с телами. Тот занимался декорациями. Дин попал в потусторонний мир. Ну, видите, я не зря, не зря смотрела Девики вампира. Это база. Это начальное образование. Я тоже хочу. Такие небеса. Я тоже хочу. Он скоро придет. Скоро? Время здесь течет по-другому. А, ну ладно. А это его сын был. Я думаю. Чё сын, Дус? Индийцы, точнее. Индийцы, кто-то исповедует индуизм. Вот, смотрите, смотрите, интересно. Он в потусторонний мир попадет в седым или молодым? По логике он должен туда попасть в седым. Как умираешь, так и проживаешь в потустороннем мире. Он молодым пришел в этот мир. Нелогично. Чё этот тогда не младенцем вернулся? Раз мы все можем вернуться молодыми. Знаете, младенцами? Так, ну что, я высказываю свое экспертное мнение. Значит, вообще, в целом, изначально, когда я видела, что у меня тут какая-то штучка, персонажи главных, там, школьные времена, ну, короче, я всегда знала, да, какие главные персонажи. Мне, в целом, всегда нравился Сэм, внешне. И сейчас я посмотрела, ну, вы поняли уже, мне, конечно, нравится больше Сэм. Такой он, более интеллигентный, да, интеллектуал. В общем, он мне больше нравится. Первая серия зачет, я вам сказала уже. Последняя, ну, такое. Ожидала больше экшена, больше какой-то тревоги от концовки. Знаете, похоже просто на подарок для фанатов. Как будто бы концовка уже когда-то была. Скорее всего, возможно, так и есть. Часто сериалы заканчивают и потом заново продолжают, чтобы еще срубить бабла. И вот похоже реально для, на подарок для фанатов. Когда хочется просто смотреть на любимых героев еще и еще. Ну что, что будем смотреть следующее, предлагайте. Спасибо вам за просмотр, что зашли на этот канал. Поддержите, если хотите. Будет приятно. Пока.